Всем привет, с вами Чарли. Да, я вернулась. Знаю, что должна объясниться за такое долгое отсутствие, и может скоро я выпущу отдельный короткий ролик об этом, но пока что хочу сказать, что я действительно вернулась к выпуску видео. Точно будут обзоры серии Дома Дракона, несколько роликов по Аватару и возможно по Гарри Поттеру. Ну а пока что это 13 пасхалок, отсылок из скрытых деталей из премьерной серии первого сезона Дома Дракона, Наследники Дракона. Сразу скажу, что в видео будут спойлеры, так что если вы ничего не хотите знать о том, как будут развиваться события сериала, не смотрите этот обзор. Итак, поехали. Эпизод открывается с Великого Совета в Харренхолле, где король Джахерис I объявил своего наследника. Претендентов было много, но главными были внуки короля, кузены Рейнис и Визерис Таргариены. Рейнис была первым и впоследствии единственным ребенком старшего сына короля, так что прав на престол у нее больше, чем у ее младшего кузена Визериса, но на Железном Троне никогда еще не было королевы, только короли. Потому было решено объявить Визериса наследником, так Рейнис получила свое прозвище почти королева. Позже в эпизоде так ее называют сир Борос Баратеон, а она его кузеном. Баратеоны наряду со Старками были единственными из семи великих домов, кто поддерживал право Рейнис на престол. Все потому, что почти королева была Таргариеном лишь наполовину. Ее матерью была леди Джоселин из Дома Баратеонов. Именно поэтому, хоть Рейнис и обладала характерной валерийской внешностью Таргариенов, волосы ее все же были черными, по крайней мере в книге, черта, неизменно присущая Баратеонам. Помните, что в сериале «Игра престолов» именно по этой, неизменно передающейся из поколения в поколение черте Баратеонов, Джон Арен и впоследствии Нед Старк осознали, что золотоволосые дети Серсеи Ланнистер никак не могут быть от короля Роберта Баратеона. Рейнис вышла замуж за лорда Корлиса Вилариона. В браке у них родились двое детей – Лейнор и Лейна Виларионы. Чтобы сохранить чистоту крови, Таргариены редко сочетались в браке с представителями домов Вестероса. Но с Виларионами союзы были многократны. Все потому, что в жилах Виларионов течет кровь древней Валерии. Они сохранили характерную валерийскую внешность, так же как и Таргариены – светлую кожу, серебристые волосы и фиалковые глаза. В сериале Виларионов сделали темнокожими, но сохранили серебристый цвет волос. Кстати, по сравнению со многими несчастливыми браками в Вестеросе, союз Рейнис и Корлиса можно действительно назвать счастливым и крепким. Оба умны и схожи по характеру. В эпизоде они по праву отмечают, что бессмысленная жестокость турнира – вряд ли лучший способ отпраздновать рождение будущего короля Вестероса. И все участвующие в турнире рыцари даже никогда не были на войне. Холодный расчетливый ум Корлиса можно заметить позже в эпизоде, когда он отказывается от вина на собрании Малого Совета Короля. Так как Рейнис когда-то лишили престола только из-за ее пола, нетрудно догадаться, чью сторону она и ее муж примут в грядущем танце драконов. В гражданской войне Таргарина, в которой начнется, когда возьмут под вопрос уже право ее племянницы Рейниры на престол. И хоть позже в эпизоде король Визерис говорит своему младшему брату, что он единственный в Малом Совете, кто поддерживает Дэймона, мы видим, что это не так. После показательной казни над преступниками, которые устроили Дэймон и его золотые плащи, только Корлис одобряет содеянное, сказав, что преступники должны бояться городской стражи. И затем, после смерти королевы, когда Отто Хайтаур поднимает вопрос наследника, Корлис тут же говорит, что обсуждать нечего, у короля есть наследник и это Дэймон Таргарин. После первой сцены эпизодов Харнхолли мы переносимся на 9 лет вперед. К принцессе Рейнире, верхом на ее драконнице по имени Сиракс. Рейнира и Сиракс приземляются в драконьем логове. На момент дома дракона, драконы Таргаринов еще не вымерли и содержались в этом здании. Но на момент Игры Престолов драконье логово уже давно заброшено и представляет собой не более чем грандиозные руины. Именно в драконьем логове был избран королем Вестероса Бранд Старк в финале Игры Престолов. В драконьем логове мы впервые знакомимся с драконоблюстителями, орденом, сформированным для охраны драконов. Во время правления короля Джахериса Таргарина, а также во время танца драконов, их число составляло 77 человек. В 1954 году от завоевания Эйгена принцесса Эйрия Таргариен выкрала из драконьего логова Балериона. Спустя два года она прилетела обратно и умерла на руках Мейстеров. После этого случая король Джахерис I Таргариен решил основать новый орден, который предотвращал бы подобные случаи кражи драконов. Драконоблюстители охраняли всех драконов день и ночь. В 130 году во время штурма драконьего логова на посту находилось около 50 драконоблюстителей, но их отчаянное сопротивление не помогло против яростной толпы горожан. В результате этого штурма драконье логово превратилось в руины, которые мы видели в Игре Престолов. Драконоблюстители, так же как и Таргариены, отдают команды драконам на высоком валерийском языке. Позже в эпизоде мы услышим, пожалуй, самую знаменитую такую команду – Дракарис, когда Рейнира приказывает дракону сжечь тело ее покойной матери. На высоком валерийском Дракарис означает «Драконий огонь». В драконьем логове Рейниру встречает ее лучшая подруга – Алисента Хайтаур, дочь десницы короля Отто Хайтаура. Это заметное изменение сериала по сравнению с книгой, где разница в возрасте между двумя будущими королевами была почти 10 лет, и потому они никак не могли бы быть такими близкими подругами с детства. Очевидно, что создатели сериала решили сократить разницу в возрасте и, так сказать, подружить персонажек, чтобы их будущий конфликт был еще более драматичен, учитывая их прошлое. Позже в эпизоде мы знакомимся с отцом Алисенты – Отто Хайтауром и его амбициями на престол. Как правильно отметил Дэймон Таргариен, Отто не старший сын, он не унаследует Старомест, второй по размерам город Семи Королевств, а потому преследует в Малом Совете Короля свои собственные цели. Кстати, старшего брата Отто, лорда Староместа, можно заметить в финале эпизода в числе лордов Вестероса, пресекнувших на верность Рейнире Таргариен. Как только умирает королева Эйма Арин, Отто Хайтаур недвусмысленно отправляет свою дочь, Алисенту, в покой короля. Алисенту не глупа и прекрасно представляет, что от нее требуется, хотя отчетливо видно, что она смущена. Ранее в эпизоде она как будто даже выглядит виноватой, когда оздоровается с королевой Эймой. Возможно, отец уже давно рассказал ей о своих планах на нее и короля. К тому же в течение всего эпизода мы видим, как она постоянно раздирает ногти до крови. Тем не менее, она пребывает в платье своей матери к Визерису с исторической книгой в руках, чтобы почитать королю. Алисента с книгой в покоях короля – это отсылка к книге «Пламя и кровь» – хронике правления династии Таргаринов, на которой основан сериал. В книге говорится, что Отто Хайтаура избрал десницей еще король Джахерис в 101 году. Джахерис в эти годы был уже очень стар и немощен, и зачастую был подолгу прикован к постели. 15-летняя Алисента постоянно находилась при старике. Она приносила ему пищу, читала ему, даже помогала принимать ванны и одеваться. В 103 году король Джахерис I умер в своей постели, когда леди Алисента читала ему неестественную историю Септона Барта, книгу о драконах. Алисента у Чартрева читает Ренирия историю о легендарной Немерии, которая возглавляла исход Райнаров с их старых земель в Эсосе на юг Вестероса в Дорн. В «Игре престолов» в честь Немерии Ария Старк назвала свою литоволчицу. Также Немерия Сент – это один из персонажей из Дорна, внеборачная дочь Оберина Мартелла. Но это еще не все. Немерия также центральный персонаж еще одного приквела «Игры престолов», в центре сюжета которого как раз будет переселение Райнаров под предводительством Немерии в Эсос. По слухам, сериал будет называться «10 тысяч кораблей». В эпизоде Рейнира как раз говорит, что Немерия сожгла свой флот из 10 тысяч судов у берегов Дорна, ознаменовав тем, что Райнары нашли свой новый дом. Центральной частью эпизода была ужасающая смерть королевы Эймы Арен. События в премьерной серии первого сезона «Игры престолов» также разворачиваются после смерти представителя дома Аренов, ясницы короля Джона Аренов. Ранее в эпизоде, когда Эйму навещает ее дочь, она говорит Рейнире, что их поле битвы – это рождение ребенка и что эту битву нужно выдерживать стойко. Позже в эпизоде слова Эймы примут весьма трагичный характер, когда жуткие кадры ее кесаревого сечения будут чередоваться с кадрами схватки принца Деймена Таргарина и сира Кристена Коля на турнире. Знакомство с младшим братом короля, Дейменом Таргарином по прозвищу «Порочный принц» происходит в тронном зале Красного замка. Сир Гарольд Вестерлинг, лорд командующий королевской гвардией, в ужасе от увиденного. Оно и понятно – право подниматься на трон и сидеть на нем есть только у самого короля, а в его отсутствии – у десницы замещающего монарха. Железный трон заметно отличается от того, что мы видели в «Игре престолов». Он больше похож на свое книжное описание. Согласно автору книг Джорджу Мартину, железный трон громадный, черный, искривленный, с крутой железной лестницей впереди. Сидение находится так высоко, что король смотрит на всех сверху вниз. Это сгорбленный зверь, который буквально нависает над тронным залом своей уродливой и асимметричной фигурой. И в нем тысячи мечей, а не парочка. Кстати, то, что железный трон – это опасное сидение с торчащими шипами и лезвиями, о которых бывало короли ранили себя, показано в эпизоде. Король Визерис Первый поранил палец о лезвии трона, что скорее всего символизирует грядущую гражданскую войну таргаринов, слабость короля и, возможно, даже его скорую смерть. Не зря же нам показали в эпизоде таинственную рану на его спине, о которой обеспокоен мейстер. Похожий эпизод был в книге. Смерть Визерис Первого была связана именно с троном. Будучи уже пожилым человеком, он поранился от трон после одного из приемов и рана воспалилась. Мейстер ампутировал королю два пальца и тем спас руку, но болезнь подкосила здоровье короля и спустя несколько месяцев он умер. Кстати, если вы заметили некое напряжение между принцем Дэймоном и его племянницей, то вы не ошиблись. В будущем он станет вторым мужем Рейниры и примет ее сторону в гражданской войне. В эпизоде мы видим Дэймона Таргарина как лорда командующего городской стражей. Стража существовала и до него, но именно благодаря ему городская стража, ранее плохо вооруженная и одетая в обноски, получила хорошее вооружение и подобие униформы. Черные кольчуги и золотые плащи. С этого времени стражники и начали называться золотыми плащами. Из эпизода мы узнаем, что Дэймон Таргарин женат на леди Реи Ройс, но брак явно не счастливый. Ройсы из Рунного Камня – один из домов долины Арен, принадлежащий к числу важнейших знаменосцев Аренов. Это очень древний, богатый и влиятельный дом, мало в чем уступающий своим сюзеренам. До завоевания Эггоном Таргарином Вестероса Ройсы именовались Бронзовыми Королями. Видимо, потому Дэймон дал своей жене такое нелестное прозвище – Бронзовая сука. На турнире в честь рождения наследника у короля Визериса можно заметить знакомый из Игры Престолов кинжал из валерийской стали. Из-за этого кинжала, по сути, развязалось противостояние между Ланнистерами и Старками. Так как Кейтлин Старк поверила Мизинцу, когда тот соврал, что кинжал, которым пытались убить ее сына Брана, принадлежал Тириону Ланнистеру. Именно с помощью этого кинжала Ария Старк убила Короля Ночи в ходе битвы за Винтерфелл. В финале эпизода сериал подтверждает давнюю фанатскую теорию об Эггоне-Завоевателе. Фанаты давно подозревали, что Эггон Таргарин не просто так объединил семь королевств. Король Визерис раскрывает Рейниру тайну Дома Таргаринов, которая передается от одного наследника престола к другому. Он говорит, что Эггон Таргарин увидел пророческий сон о наступлении Долгой Ночи. Чтобы у живых был шанс, нужно было, чтобы королевства были объединены и правил ими один король – Таргарин. Быть может, кинжал из валерийской стали, которым в итоге убили Короля Ночи, также должен был передаваться от короля к принцу. Визерис говорит, что Эггон назвал свой сон «Песню льда и пламени». Это, конечно, название серии книг Мартина, но также «Песнь льда и пламени» не раз упоминается в книгах. Впервые «Песнь льда и огня» встречается в видениях Дейенерис в Доме Бессмертных, где она видит эпизод из прошлого – разговор ее брата Рейгара Таргарина с женой, держащей на руках сына. «Ты сложишь для него песню?» – спросила женщина. «У него уже есть песня, он тот принц, что был обещан, и его гимн – «Песнь льда и огня», – отвечает Рейгар. Если пророческий сон первого короля Вестероса Эггона Таргарина, называвшийся «Песню льда и пламени», передавался от королю к сыну, как сказал Визерис, понятно, почему Рейгар в видении Дейенерис назвал гимном своего сына «Песнь льда и пламени». Его отец, безумный король Эйрис, должно быть, тоже рассказал ему тайну Дома Дракона. И хоть в сериале «Короля ночи» убила Ария Старк, в книгах вряд ли финал будет таким же. Скорее всего, «Короля ночи» убьет в «Грезах о весне» Джон Сноу, сын Рейгара Таргарина, либо Дейенерис Таргарин, младшая сестра Рейгара. В любом случае, оба являются потомками Таргаринов, и тем самым сбудется пророческий сон Эйгона, о котором говорил Визерис. Вот такие вот дела, друзья. Что вы думаете о премьерной серии нового сериала по мотивам Игры Престолов? Понравился ли он вам? Будете ли вы смотреть сериал? Если вам понравился такой обзор эпизода, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обзоры следующих серий. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok